Народ, всем привет! Закончился мой отпуск, как и физический фактически, так и ютубный отпуск закончен. Буду опять теперь снимать видосики, хотя, честно говоря, уже расслабился и снимать не очень-то охота, но думаю стянусь. А снимать не хочется в большей степени из-за того, что, наверное, уже все темы изъезжены, все рассказано, показано. Но, возможно, что-то будет происходить и новое. Как старое, так сказать, старые рейсы, старые ремонты, так и новенькое что-нибудь у нас. Нахожусь в Туле, у себя на базе. Ну, конечно же, база не моя, как вы знаете, арендованная, но тем не менее. Погода мерзкая, третий день. Делать ничего не охота, но делать надо. Этот стоит груженый, поедет 1-го числа, 1-го августа выгружаться, на выходной ушел. Илюха возвращается домой, Володька тоже сегодня только уехал. Ну, а я пришел на базу, чтобы посмотреть, что с этой машиной, с красной, у нас происходит. Потому что есть один горящий рейс, так сказать, который надо выполнить, в который надо съездить. Надо выполнить свои обязательства. Поэтому сейчас я переоденусь, посмотрю, что вообще происходит, заводится она, не заводится. Ведь с аккумулятором так я ничего и не решил. Ребята ездили, вроде нормально все было. Сейчас будем разбираться и смотреть. Не будем, а я буду, естественно, как всегда. В принципе, и Володька, она у нас, знаете, сейчас как дежурка эта машина. Как дежурка или как техничка. Володька на ней отъездил 3 недели, вроде нормально все было. Потом Илюха после аварии раз, наверное, на ней ездил. Куда уже не помню, честно говоря. Но таких явных проблем нету. Конечно, тут проблем с ней дофига. Всяких ремонтов, нюансов. Это я буду решать как раз после того, как я сейчас съезжу. Вот как раз я съезжу, сам посмотрю, что надо делать, что не надо делать. Где что, гремит, болтается, тянет, не тянет, дымит, не дымит, пердит, коробка. Все дела, короче говоря. И уже потом буду принимать решение по ремонту. Поэтапно, с чего начинать и как что делать. Ну, сейчас первым делом надо попробовать их завести. Как я уже сказал, потому что с аккумуляторами так я ничего и не решил. А дальше заниматься мелкими устранениями мелких неисправностей. По-прежнему красная машина у меня заводится не с ключа, не с замка зажигания, а просто провода натянули, мы перемыкаем. Думаю, это связано с тем, что не показывает на приборной панели положение нейтральной передачи. Сейчас хочу снять, ну, расцепился, естественно, заехал на шпалы, на свою эстакаду импровизированную, как всегда. Сейчас хочу снять вот эту защиту. Да, кстати, кабель АБС, что-то я здесь оставил, надо было на прицепе его оставить, будет мешаться. И пошерстить здесь проводку, посмотреть. Здесь жгутик один небольшой, новый у меня. Он идет на делитель и на задний ход, на передачу, на задний ход, по-моему. Так, если нет, наверное, что-то я ошибаюсь. Этот жгут идет чисто на усилитель включения передачи, и он же, наверное, что-то должен показывать. Короче, ладно, сейчас врать не буду, что-то я подзабыл. Надо сейчас эту фигню снять, убрать перекидки, встать сюда и уже смотреть, кто куда идет. А тут что-то правда. Вроде все знаешь, а все забывается. Тачки разные маленько, да и дел до хрена. Поэтому всего не упомнить. Просто даже когда, знаете, люди там спрашивают, а вот что это, а как это, а то это пятое-десятое. Блин, ну ты не всегда можешь ответить, потому что ты глазами это не видишь, не ощущаешь и не понимаешь, как что там происходит. Плюс люди не всегда могут объяснить свою поломку, свою причину, свою проблему. Поэтому приходится иногда вот так чисто брать и смотреть, что происходит конкретно на конкретном автомобиле. Где, куда, чего и откуда все это выходит. Так, народ, снял защиту этот кожух. Ну, блин, да, кстати, сначала вот распотрошил все хомутики, откусил, чтобы проводка была в свободном доступе. Ну и, конечно, до смешного, блин. Вот она, гитара стоит. И вот так лежит рядом с гитарой фишка. Я надеюсь, что она как раз на нейтралку и показывает. Либо она должна на демультипликатор, то есть заяц, либо черепаха, либо на нейтралку. Сейчас мы это дело все промоем. Продуем, точнее, воздухом. Вот. Ставлю и посмотрю, что на табло будет гореть. Так, ну я уже залез в кабину, включил зажигание. И что мы видим? Горит нейтралка. Ну, естественно, машина сейчас не заведется. Антифриз чуть подтекает с нового радиатора. Один хрен вот, видите, когда постоит. Нагреется, сейчас пропадет, конечно. Но я подолью, чтобы по утрам глаза это не компосировало, не суть. Вот она, горит нейтралка. Под нейтралкой горит, ну, на Европятых уже не заяц и черепаха. Либо медленный, либо быстрый показывает. Это медленный, это быстрый. Ну, то есть демультипликатор. Рука трясется, что-то так. Вот. Он, наверное, и показывал. А вот нейтралка точно не показывала, потому что я сейчас погоражу, круг прокатывал. Так, почему не заведется машина? Машина у нас не заведется, потому что провод зеленый, который идет с зажигания, там на стартер, который подает команду, сигнал, он просто болтается, откручен. Надо сейчас что-то постелить, залезть туда, прикрутить его и попробовать завести. Я очень надеюсь, что малой кровью обойдется все это дело. Блин, ну, будет вообще просто кайфец. Такая паутинка здесь небольшая. Ну, в общем, непонятно вам, что к чему, да? Но я вам рассказываю. А вот эти два провода, точнее, он один провод двужильный. Сейчас. Вот он. Это уже я кинул в кабину. Он идет, соответственно, вот на этот провод плюсовой, который силовой от аккумулятора идет. И на управление. Вот куда сейчас зеленый подключил. Это заводской зеленый. Все подключил. Зачистил там. Ну, в принципе, здесь стартер нулевый. Если кто внимательно смотрит и помнит, тогда, когда машина перестала первый раз заводиться. Я купил новый стартер. А дело было не в стартере от того, что... Ну, что-то там провод или где-то отвалился, или открутился. Я не помню. Ну, короче, фигня была. Дело не в этом. Я, кстати, все обещался, что я его сниму. И... И что сделал? И поставлю тот стартер, который стоял сюда на место. А новый положу в запас. Ну, ладно. Сейчас. Речь у нас не об этом. Так, фишку вставил. Провод прикрутил. Включаю массу. Все защелкало. Да, тут положил тряпку, потому что лазить тут в грязной одежде вообще не вариант. Сейчас просто смотрю, кто там едет. А, Сергеич. Андрей Сергеевич. Кирилл Сергеевич приехал полчаса назад. Теперь Андрей Сергеевич. Так, ну что, смотрим. Сейчас палец уберу, не очкуйте. Ну, в принципе, вам что смотреть-то. Тут я уже показал, что нейтралка горит. Осталось только проверить стартером. Вот они, кстати, были провода. Которые это... Сейчас. Может, их еще рано убирать. О, видали? Что-то не хочет. Но контакт есть точно. Так, а почему? Второй раз. Ни фига. Так, дубль два по заводке. Ничего не нашел. Почему машина не завелась, не понял. Сейчас слазил, открутил управляющий провод. К нему подсоединил опять вот эти провода. Вот эти провода. На всякий случай, чтобы понять, допустим, если не заведется сейчас со стартера, с проводов заведется или нет. Я уже сам попробовал. Машина завелась. Если сейчас при вас не заведется, я не знаю. Это просто на шок. Камера она боится. Я не знаю, что ей надо. Нет, завелась Курва. И что с подвеской? Куда она поехала? Кто ее просил опускаться? Так, завелась машина. Сейчас подумаю, что лучше сделать. Потому что лезть в дороге не очень-то мне хочется. Не очень-то хочется лезть в дороге, если вдруг она потом не заведется. Надо сделать как-то там контакт получше. Сейчас найду какую-нибудь клеммку и пригоражу ее туда маленькую. Переделал тут маленько проводку в аккумуляторном ящике. В общем, кто знает, тут стоял заводской кронштейн с заводской массой. Сюда приходил провод. Шел сюда-сюда на него. Потом тут соединялось, разъединялось. И отсюда уже шел провод. Туда он в дырку и на стартер. Этот провод, который шел в дырку на стартер, вот он он. Я убрал этот метровый хвост, так сказать. Потому что масса у меня все равно, эта масса отключала. Плюс она не работала, это минус. Будет теперь одна масса. Здесь отключать чисто минус. И тем самым сократил я путь силового провода. Вот он, он валяется. Он тоже уже у меня был самодельный. Не знаю, наверное, мокрая камера. Почему-то нет фокуса. Ладно. И вот он точно такой же висит новый. Я его заказал. Пока мне его везли сто лет, я уже свой собственный сделал. Этот теперь в запасе висит. Ну, теперь на этой машине вообще он нахрен не нужен. Но машина по-прежнему то заводится, то не заводится. Причину, наверное, я знаю. Сейчас буду снимать стартер. Ну, и, соответственно, вам потом расскажу, что куда к чему. Потому что уже другой причины я не вижу. Вот. Все теперь здесь так пусто. Магистрали короткие. Все подвязал, подтянул. Все четенько. Единственное, конечно, наверное, у меня, точнее, у меня было в планах и остается, когда буду тут с машиной по-конкретному заниматься, целиком этот ящик снять, от песка струить и покрасить. Ну, а там время покажет. Вот. Все здесь валяется, идет дождь. Надо сейчас все это быстренько убрать. И под низом там нормально, сухо, полезу снимать стартер. Разобрал стартер. Ну, сначала снял его, разобрал, все там посмотрел. С Виталиком как раз он приехал, все посмотрели, почистил все. Ну, есть там были подхорившие контакты, но я думаю, это все мелочи. Прикрутил его сейчас на два болта там, на две гайки точнее, потому что думаю, ну что, будет заводиться? Не будет, значит, надо снимать, что-то думать. Короче, машина с ключа В и все. Но я прикрутил сразу провода туда на одну клеммку и на вторую, и в кабине они, ну, как вы видели, остались. С проводов она заводится, с этих не заводится. Короче, померил я этот аккумулятор. Вообще, он просто мертвый, он вообще нагрузку не держит, сразу до восьми падает. Сейчас Виталик куда-то уехал, приедет назад, у него есть один аккумулятор, мы сюда его поставим. Если машина будет заводиться, то есть стартер, мозги сразу отсекают его и не заводят. Где-то я видал там видос какой-то, даже если зимой у вас слабые аккумуляторы, может с ключа не завестись, а там напрямую как-то завестись. Забыл, честно говоря, поэтому не буду вам голову морочить. Сейчас аккумулятор сюда подпариваем и смотрим, будет работать или нет. Он Юрец приехал, Виталькин. Да, это Юрец. Еще Илюха мой должен приехать. Но Илюха непонятно где вообще. В смысле, непонятно, как быстро или долго переедет. осталось только Витальку дождаться. Хотя, в принципе, я могу с этой машины снять аккумуляторы, но она, блин, груженая и там, по-моему, стоит на аккумуляторах заводская рамка. Заводскую рамку не очень-то охота вытаскивать с прицепом, когда машина вот, хрен ее знает. все равно Юрка сейчас будет убирать свою пока. Дай-ка я гляну, что тут у нас творится. А, слушай, тут ни хрена рамки нету заводской. Охренеть здесь как протерло. Никто не следит. Значит, возможно, сейчас отсюда я сопро аккумуляторы, блин, один. а потом сюда куплю. Ребеди, народ, ну все, Женька повеселел наконец-то. Виталик приехал, взял у него аккумулятор, у него один дежурный есть, мы его постоянно этот аккумулятор дрочим из машины в машину. Все поставил, прикрутил, перемычка, падла не подходит, болтается. Ну, она такая детская, блин, я уже не знаю, 10 штук их поменял, колхозных. Вот нашел старую как раз с этой машины. Именно с этой машины она была, я ее снял, она лежала. Просто так. Ну и соответственно, я уже попробовал. Естественно, все, тачка заводится с ключа. Все как положено. Сразу ошибки пропали. Не хватало ее питания. Ну, это вот с ключа. По EBS это датчик. Заколебали эти датчики ТТ-шные. Ни хрена они что-то не работают. Не знаю, надо менять датчики. В смысле менять датчик износа колодок. Менять фирму. Так, что еще вам сказать. Послал Виталика за новым аккумулятором в магазин. Этот пока не откручиваю. Если привезет, значит откручу. Если не привезет, ну мало ли там что-то не будет или хрену знает что. Виталик сказал мне на рейс его даст. Вот. Поэтому жду. Витальку вот такая подготовка пришел. Сегодня думал две секунды расскажу и поеду в рейс и буду снимать. Ну, получается, что видосик будет отдельный про все. Плюс, наверное, вам не показал вот этот, который провод силовой заходит в силовые предохранители. Он такой короткий. Вот здесь я его соединил. Был у меня тоже заводской. Это который идет, по-моему, со стартера на генератор. Он тут был с зеленцой. Если он там отпадет, не очень-то хорошо его менять. Здесь он будет закрыт. И я думаю, еще лет 300 походит. Вот он идет. Как раз его здесь хватило. Я его гафру с его соединения закрыл. Затянул хомутами. Все четенько должно быть. Все. Сейчас жду от Витальки звонка. Что там по аккумуляторам? Что-то я уже забыл, что я тут снимал, что нет. Аккумулятор новый поставил. Тачка заводится без проблем. Все сделал. Здесь тоже все нормально. Поднял кабину, что-то масло проверил. Сушить масло отожрало. Хотя мотор, в принципе, этот масло не живет вообще ни грамма. Ну, пару литров подлил. Там на щупу 5 литров от уровня до уровня. Настроил люстру. Две фары разбирал. Вообще гнилье такое. Ну, просто три горели, а три нет. Вроде как-то ехать не особо пантовозно. И вот эти на капоте тоже. Я их отключал, когда капот снимал. Сейчас опять подключил. Пускай горят. Рейсик съездит. Настроил дверцу вот эту. Не закрывалась она у нас. Ее надо было сильно долбить. Пять лет люди ездят, не могут отрегулировать замок. Ну, вот так, типа, было и надо было долбить. А теперь все закрывается. Сейчас, видите, как всегда, что заводится машина при вас не хочет, что дверь не хочет. Но факт в том, что вот здесь всего лишь по шайбочке еще подложил. Ну, что ты, йод твою медь. Нахрен. Вообще не хочет машина на камеру сниматься. Короче, нормально все. Сейчас собирать буду запаску. В палетниках уже посмотрел, все ли тут Илюха мне положил с моего белого прицепа шторного. Вроде все лежит на местах. Надо собрать запаску, подместить в телеге и цепляться. И уже, надеюсь, приедет сам Илюха. В принципе, тут не так грязно, но лучше подместись пока я в грязном, сам, сам пока я грязный, надо подместись по-быстрому. Вот, бочка стоит, потому что кабину на всю задрал, точнее, сюда опустил, получается, и фары эти разбирал. Стремянки нет у меня. Она на даче, на бочке стоял. Что еще вам рассказать? Пока вроде все. Пока Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот и все. Две секунды делал. Мог бы и сам накачаться, но он что-то не захотел. Вот такая красивая запаска будет. Точнее, диск красивый, а колесо, естественно, древняя, старая, изношенная. Собственно, как и на на этой стороне тягачевская. Но здесь, кстати, баллон ничего такой нормальный. Можно воровать, если что. а с правой стороны, то есть, прицепная, воровать нечего. Если только из-за диска красивого. Так, теперь еще надо найти и кронштейны, чем она крепится, куда их кто-то делал. Хоть помощница приехала, зацепит прицеп не переодеваться, чтобы мне. Выкручивай, выкручивай на всю. Ну, конечно, не так надо было делать, но ладно. Не забывай, что тут механика. Стой! Чуть-чуть лево руляю. Страна гордится тобой. Давай, давай, нормально. Давай, давай, выравнивай колеса. Во, все, ништяк. Давай, давай. Не очкованцовый. Да, надо прям удариться. Ой. пульт убежал. Давай, сильно. Отлично. Защелкнулась. Нейтралку, ручник. ручник. Поднимай. Сиденье. Отодвигай. Ну, сейчас на нейтралке стоит. Молодец. Молодец. О, у нас тачка новая у гаража. Я не видал. Реношка белая. Так. Ну, все. Пускай тарахтит. Нет, я сейчас это, воздух подключу. Тачку. Тачку настроил к рейсу. Главное, чтобы фонарики все горели. А как там, что, тормоза или тяга? Вообще похрен веники. Завтра поеду тамбов слепить. Правда, я еще не решил. Завтра я поеду или в понедельник. Завтра воскресенье. А послезавтра понедельник. А надо, чем раньше, тем лучше. Так что все по кайфу. Тачка горит. Мне прям нравится. Даже то, что низа нету, и хрен бы с ним. Ну, я имею в виду Талму. То, что там на юбке было. Все приехали на базу. Кроме моего Илюхи. Ждал я, ждал, заколебался. Уже не знаю, сколько можно ехать. Где его носит, непонятно. Так что, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok